Ну, свой список, правда, не из политических партий, есть и у путешественника из Англии. Его зовут Айрон Пьюзи. Для того, чтобы посмотреть мир, он просто берет с собой очки. Это виртуальная реальность. Молодой человек решил совершить путешествие по стране и из дома при этом не выходить. Пьюзи всего-то хотел разнообразить свои тренировки на велотренажере. Парень, на самом деле, давно уже увлекается этим спортом, несколько лет. Айрон подключил к тренажеру очки виртуальной реальности. Ну и вот результат, смотрите, загрузил, конечно же, изображение сервиса Google Maps и теперь может смотреть на улицы Британии. Мало того, что реальность спортсмена виртуальная, так еще и законы физики здесь местами вообще не работают. Смотрите, какие-то объекты искажены до неузнаваемости деревьев, дома. Иногда велосипедист может и сквозь стены проезжать черные дыры, мы с вами тоже сейчас заметили. В своем блоге Пьюзи выкладывает видео о каждых пройденных 100 километрах. Всего он хочет проехать 1500, правда, путешествия будут долгим. Он уже посчитал, что 50 дней ему нужно на все про все. После вот такой вот поездки по Великобритании Айрон со своим верным велоконем планирует пустить Японию. Конечно, в таких очках у мира просто нет никаких границ. А тем временем очки виртуальной реальности меняют не только пространственно-временной континуум, но и человеческое сознание. Проводник в нереальный мир – это уже не просто развлечение, а способ изменить мир реальный, при этом в лучшую сторону. Например, очки виртуальной реальности уже используют в медицине, и при помощи этой нереальной системы можно погружать студентов в виртуальность. Они, например, там оперируют, и все живы-здоровы. Нереальный мир технологий будущего, конечно же, и в спорте тоже работает. Некоторые используют чудо-очки, например, в подготовке к соревнованиям. Ну, что далеко ходить? Вот к Олимпиаде в Рио, например, триатлонистка Гвен Йоргенсен именно так готовилась. Специалисты уверены, что виртуальная реальность может быть полезна не только в медицине или спорте, но и в обычной жизни. Ведь простой человек хотя бы в разгрузке психологической нуждается. Умение отдалиться от реальности, способность переключить свое мышление, создать себе какую-то виртуальную сказку по собственному сценарию, это же тоже возможность обнулиться, восстановиться эмоционально. Помните поговорку «снова хочу в Париж», а вы что там были? Да нет, я недавно хотел. Заменит ли виртуальная реальность обычную? Это вопрос трудный, но сами айтишники считают, что чудеса реальности и технологии не превзойдут. Наверное, реальности станет меньше в нашей жизни. Мы уже многие дела переносим общение в почту там или пишем не в редакции на печатной машинке, а дома на ноутбуке. Но мне кажется, совсем от реальности мы не откажемся. Даже пение птиц, которое мы можем услышать через микрофон, все-таки приятнее слышать вживую, а уж запахи-то пока сложно передавать.